Грецкий орех Грецкий орех знаком человечеству не один десяток лет. Его издавна использовали в медицине, кулинарии, приписывали чудодейственные свойства. О своей форме он напоминает мозг человека. Он натурален, обладает высокой пищевой ценностью. В его состав входит множество полезных компонентов, позволяющих контролировать вес и пополнять энергетические запасы организма. Орехи включают в себя большое количество полезных элементов. В их число входят следующие витамины и минералы. Витамин В1, витамин В5, калий, витамин В9, железо, фосфор, марганец, медь, магний, цинк, каротиноиды. В 100 граммах плодов присутствует 11 грамм простых и сложных углеводов и пищевых волокон. Количество белка составляет 11 граммов. В наибольшем количестве в орехах содержатся жиры и их уровень составляет 65,2 грамма. Интересен тот факт, что в незрелом плоде содержится больше полезных веществ, чем в зрелом. В первую очередь это касается витамина С, который уменьшается прямо пропорционально времени его созревания. Молодой плод насыщен многочисленными кислотами. Алииновой, линолеиновой, пальмитиновой и не только. В зеленом орехе есть вещества, губительные для гельминтов. Несмотря на все плюсы, в незрелом плоде в чрезмерно большом количестве присутствуют дубильные вещества. Полезные свойства ореха отмечали несколько сотен лет назад. Плод содержит полезный для сердца витамин Е. Помогает предупредить диабет второго типа. Препятствует развитию раковых заболеваний. Пользу плода отмечают и мужчины, и женщины. Для поддержания в организме требуемого количества витаминов и минералов, женщинам необходимо съедать по 30 грамм этого продукта каждый день. По 14 половинок или 7 цельных ядрышек. Польза продукта для женщин состоит в следующем. Плоды очищают кровь и выводят токсины. Ежедневное употребление орехов необходимо для поддержания работы печени и сердца. Они помогают предотвратить развитие инфаркта и инсульта. Плоды содержат насыщенные жирные кислоты, лаваноиды, являются пищевыми антиоксидантами, обладают противомикробным действием. Калий, магний, фосфор и не только. Ядра помогают укрепить женскую иммунную систему, снизить стресс и нервное напряжение, поддержать красоту. Продукт оказывает на организм омолаживающее воздействие. Главная польза плодов состоит в профилактике рака молочной железы. При беременности употребление небольшого количества плодов помогает избежать авитаминозов. Употребление орехового масла во время беременности облегчает токсикоз. Не стоит сбрасывать со счетов и пользу грецких орехов для мужчин. Витамины С и В содержатся в плодах, устраняют усталость и повышают уровень тестостерона. Помогают восстановить потенцию. Для этого существует масса рецептов с медом, благодаря которому действие ореха усиливается. Особую ценность для мужского здоровья несут в себе такие компоненты цинк, кальций, магний. Вещества помогают формированию молекул тестостерона и усиливают выработку половых гормонов. Суточная доза измельченных орехов для мужчин составляет 12-18 цельных ядрышек. Но злоупотреблять употреблением этого продукта не стоит. Неоспорима и польза плода для детей. Мнение в том, со скольки лет необходимо давать ребенку орехи, расходятся. Некоторые источники утверждают, что делать это нужно с двух лет, другие с пяти. Большая часть педиатров рекомендует вводить орехи в меню ребенка с трех лет. Но только в том случае, если у него нет аллергических реакций. Плоды улучшают память и укрепляют иммунитет. Помогают быстрее заживлять ссадины на коже. Ореховое масло полезно для сосудов головного мозга. Суточная доза грецких орехов для ребенка составляет 3 ядра. Интересен факт. Так как орех по внешнему виду напоминает человеческий мозг, в Вавилоне его запрещали употреблять в пищу простолюдинам. Знать опасалось, что люди поумнеют. Необычайно полезными являются перепонки. Они характеризуются превосходным лечебным эффектом и следующими полезными свойствами. Вяжущими, антибактериальными, противовоспалительными, противоопухолевыми. Кроме этого, они помогают восполнить дефицит йода, повысить иммунитет. Используются грецкие орехи для приготовления настоек, укрепляющих волосы. Изготовить ее может каждый. Для этого необходимо залить перепонки спиртом или водкой и поставить в темное и теплое место на месяц. В течение этого времени она сменит свой цвет с прозрачной на темно-коричневый. Пользу несут в себе не только плоды грецкого ореха, а и листья. В них содержится большое количество витамина С. Укрепляет сосудистые стенки, помогает в работе печени и почек, и каротина. В листьях присутствуют дубильные вещества. Пигмент Юглон, который оказывает бактерицидный эффект. Следы эфирного масла и витамин В1, который важен для правильного функционирования нервной системы. Полезен для сердца и сосудов. Повышает иммунитет. Заготовкой листья занимаются еще в июне. Их быстро сушат на солнце, избегая почернения. Черный цвет говорит о том, что целебные свойства листьев были утрачены. Из листьев готовят различные настои и отвары, применяемые при самых разных заболеваниях. Внутренних кровотечениях, заболеваниях полости рта, рахите, туберкулезе, ангине, подагре, недугах желудочно-кишечного тракта, онкологических заболеваниях и не только. Отвар из листьев ореха поможет избавиться от высыпаний на коже. Ежедневные умывания такими отварами предотвратят появление прыщей, рубцов, сделают кожу гладкой. Отварами и настоями лечат кожные заболевания. Диатез, фурункулы, мокнущий лишай, гнойные раны. Несмотря на пользу средства, приготовленные из листьев грецкого ореха, имеют некоторые противопоказания. Тромбофлебит, повышенная свертываемость крови. Средства из листьев для наружного применения не используют только при индивидуальной непереносимости. Масло грецкого ореха рекомендуют употреблять в пищу пожилым людям, страдающим гипертонией и шимической болезнью в сердце, атеросклерозом. Ореховое масло оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему, предотвращает возникновение инфарктов и инсультов. Вещество содержит большое количество калия и магния, вследствие чего позволяет очистить сосуды и сделать их более эластичными. Масло рекомендуется использовать при сахарном диабете. Оно помогает снизить уровень глюкозы в крови. Кроме того, уровень холестерина повышается не сразу, после прекращения его приема. Масло обладает и заживляющими свойствами. Оно делает кожу более мягкой, заживляет мелкие трещинки, ранки и язвы, ускоряет регенерацию клеток после получения ожогов. Несмотря на многочисленные полезные свойства, использовать его необходимо аккуратно. Строго запрещается применять масло при остром течении следующих болезней. Гастрит, нарушение печени, язва желудка, низкий уровень кислотности. Немало полезных компонентов содержат зеленые плоды. В их составе имеются следующие вещества. Кобальт, фосфор и магний, йод и железо, полинасыщенные жирные кислоты, витамины группы В, витамины ПП и А, большое количество органических и дубильных веществ, белков, эфирных масел, югладин, это уникальный алкалоид. Благодаря богатому химическому составу, зеленые грецкие орехи используются для устранения разнообразных патологических состояний, нейтрализации воспалительных процессов, очистки крови, восстановлении деятельности печени. Но необходимо помнить, что практически каждое лечебное средство имеет противопоказания, не является исключением и зеленый орех. Лекарственные средства, приготовленные на его основе, нельзя использовать людям с индивидуальной непереносимостью орехов, склонностью к тромбозу, наличием язвенных поражений желудка, сариаза, либо экземы. Настойки на спирту противопоказаны детям, беременным женщинам. Грецкий орех также используют в медицине и косметологии. Препараты, приготовленные из его компонентов, используют для остановки кровотечений, уменьшения воспалительного процесса и заживления ран разной тяжести. Используют грецкие орехи для изготовления косметических средств. Их компоненты входят в состав различных кремов, тонизирующих и очищающих средств для кожи. Косметика на основе ореха помогает убрать излишки кожного сала, благодаря чему препятствует образование жирного блеска. Из зеленой оболочки плодов изготавливают стойкий краситель. Применение продуктов в кулинарии известно всем с детства. Печенье с орехами, ореховый пирог, булочки, яблоки. Это все далеко не полный список блюд, которые нравятся детям и взрослым. Несмотря на калорийность и количество жиров, грецкие орехи активно используются в диетологии. Каждый диетолог рекомендует съедать по 5-7 ядер в день. Такая рекомендация связана с тем, что в них содержатся полезные жиры, позволяющие снизить уровень липидов. Белки и жиры, содержащиеся в ядрах, могут полностью заменить отсутствие в меню мяса. Учеными было проведено исследование, в результате которого они доказали, что ежедневное употребление в пищу грецких орехов регулирует обмен веществ и ведет к снижению веса. Хранить орехи рекомендуется в скорлупе. Несмотря на то, что сегодня предлагается большое количество очищенных ядер, при выборе продукта необходимо обратить внимание на следующие моменты. Скорлупа должна иметь светло-коричневый оттенок. На ней не должно быть плесены, пятен и трещин. Если при встряске внутри скорлупы слышен дребезжащий звук, то этот орех не пригоден для употребления в пищу, он уже не имеет никакой ценности. Хранить орехи несложно. Они легко долежат до следующей осени, но при условии, что в помещении будет сухо и прохладно. Очищенные ядра можно хранить в морозильнике, предварительно завернув в пакет. Грецкие орехи – чудо-продукт, но использовать его необходимо правильно, чтобы не навредить своему здоровью. Мы желаем вам здоровья, удачи и мира! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok